Эта история с Ириной, она меня повергла в настоящий шок. Я не представляю, насколько нужно отчаяться, чтобы сделать такое. И я здесь, чтобы поддержать всех жертв путинского режима. Как считаете, могут ли такие акции повлиять на ситуацию? Я считаю, что такие акции в первую очередь могут повлиять на сознание людей, которые еще не пришли к пониманию того, что происходит, то есть к тому, насколько это ужасно. А как помимо такого рода акций можно приблизить людей к этому пониманию? Ваше мнение. Ну, распространение информации, я считаю, самое главное. То есть пропаганда. Ну, что ж тут все понятно. Такая произошла трагедия. Такого у нас не было еще, наверное, в Средневековье только такое могло быть. Вообще непонятно, как вообще могло это случиться. Это ужасные события. И дочка сегодня сказала, что это случилось, потому что вы молчали. Действительно, все молчали. Понимаете, многие из нас вообще в таком состоянии находятся. На грани самосожжения, понимаете, морального. Но это ужасно, когда это на самом деле происходит. И дочка говорит такие слова правильные, что это все от того, что люди молчали. Они совсем смирялись за всем, что происходило у нас. Ну, как считаете, почему так происходит? Почему люди находятся вот на грани того состояния, которое вы описываете? Ну, вот все терпят и терпят. Хотя сейчас уже все дошло до предела, понимаете. Штрафами просто людей совершенно сделали нищими. То есть, я сказать, невозможно. Просто полицейское государство, где уже ничего нельзя, даже пикеты. И то нельзя проводить. Так что, все от того, что уже давно люди молчали, не выходили. Потому что они еще сыты пока были. Пока еще сыты. И решили, что это их не коснется. Дальше все хуже. Выразить свою солидарность гражданам. Хабаровску, то есть, свое неприятие вот этих вот всяких разных политических процессов, которые проходят в нашей стране. Это политические репрессии. А что погибла журналистка Славина? Ну, что это вообще такое у нас происходит? Почему человеку, чтобы стать свободным от всего этого, пришлось сжечь себя? Это разве правильно? Нет, это неправильно. Поэтому это отвратительная власть, если она доводит людей до такого состояния. Кстати, есть у меня одно замечательное стихотворение. Ну, не про эту ситуацию. Она, ситуация немножко о другом. Называется плати. Плати за жизнь, за воздух, воду. Плати ты просто за свободу. Плати за мусор и за дом. Плати, конечно, за Платон. Плати за масочный режим. Ведь ты полгода прожил с ним. Плати сегодня и всегда. Ты же молчанием сказал да. Плати за вечного царя. Не ной потом, что прожил зря. Ведь выбор есть у нас всегда. Достойно жить или за все платя. Вашего авторства? Да. Прекрасно. Можете представиться? Станислав Табакаев. Хорошо. А такой еще тогда вам вопрос. Вот вы участвуете в таких акциях. Как считаете, могут ли они повлиять как-то на ситуацию именно такого формата? Ну, вообще, если мы начинаем что-то делать, надо делать. А сидеть вот эти те же диванные войска, к чему они приводят? Ни к чему. Мы должны, каждый уважающий себя гражданин, каждый патриот своей страны должен выражать свою гражданскую активную позицию. Пока мы не будем этого делать, ничего не будет меняться. Наше будущее зависит только от нас самих. Кто, если не мы? А как считаете, что должно произойти, чтобы больше людей принимали участие в таких акциях? Я думаю, только голод спасет Россию. Больше ничего уже не спасет, потому что у нас в стране сейчас большинство людей думает только о еде, как бы еще там прожить. Ну, в принципе, сейчас, чтобы прокормить семью, людям приходится на двух работах работать. А сейчас большинство молодых людей не хотят заводить детей, потому что им невозможно их воспитать. Цены огромные. Уже второй раз за этот год поднимается цена на транспорт. Но это разве правильно? Я считаю, нет. Это просто-напросто уже наглость и надувательство простых людей. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Я снова за комментарием. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему сегодня вышли? Ну, во-первых, такие события, которые у меня уже мурашки по коже. Как вот женщина могла гореть заживо. Сволочи. Эти ФСБ, МВД. Их нужно всех судить. И на каторгу вечную. Вот видите, это след от часов. Вот у меня здесь след от часов. Это вот все сожжено было. 45%. Вот это все было что-то такое сожжение. Но я жив остался, понимаете? Я должен был умереть через 14 дней. В коме пролежал, и я сам. Вот это. Вот что значит сгореть. Вы поняли. Вот часы. След от часов. А это значит, вот это все. Это значит у меня самое. И нос красный после этого встал вообще. Красный нос нет сейчас? Ну, так вот выбросил. Мантуров парень погиб. За что он погиб? Ну, что я буду вам рассказывать. За все. В Белоруссии парень сошел себя. Я знаю, что такое вообще. Пожилой человек тоже все. Самосожжение тоже сделал. Еще пожилой человек самосожжение сделал. А главные врачи в пандемию, почему они их выбрасывали с окон? Непонятно вообще, от чего все это происходит. Больше людей или меньше? Вообще должны выходить все неравнодушные люди. Должны выходить все не спать. Я вот то спать хотела, но вот пришла все равно. Потому что самочувствие тоже. Ну, в актуру нужно приходить всегда и поминать. А я очень смелая женщина. Пальцев кушу. Сверхи на моих 90 лет, я скажу, вы смешите. Я на это уже не способен. Но мне уже, понимаете, пора умирать и прочее. Но я таким подвигом не смогу, как Славяна. Я поговорил с Осиповой. Наконец-то я встретился. Зимой я сам из Саратова. Зимой я читал про ее, про эту замечательную художницу петербургскую. Вот видите, она опять сейчас стоит с плакатами. Это страшная трагедия, когда, я считаю, все-таки это не столько политический акт, как доведение до самоубийства. Я не думаю, что это как какая-то вот... Просто человека довели. Я имею в виду Ирину Славину. Вот это вот смерть. Это не та смерть, когда человек хочет что-то заявить. А это от безысходности, можно сказать. Так что в этом отношении она трагический герой. Я не знаю, я неоднозначно отношусь к таким вещам, как самосожжение, которые применялись в свое время в разных странах, в разное время. В Индии могли быть самосожжение в момент борьбы с английскими колонизаторами. Но вот, если мы дошли до момента самосожжения, это уже очень плохо. Другое дело, они как-нибудь заставят людей, наконец, думать, что они граждане этой страны. Я как член мемориала всероссийского, я считаю, что все имена жертв должны быть названы. Она жертва, она трагически погибший человек. И ее имена должны быть названы, запомнены, про это не должно быть забыто. Равно как и имена палачей, которых назвал Юрий Дмитриев, за что он сейчас и поплатил, за что ему мстят. Потому что он назвал имена палачей, не только имена жертв Сандармоха, но и имена тех, кто расстреливал. У тебя был замечательный выставка сейчас, в открытом пространстве идет замечательная выставка. До этого она была на Невском 104, в интерьерном театре, а сейчас она в открытом пространстве. Достоевского 34, она посвящена Юрию Дмитриеву. В нашей стране нет свободы слова, не соблюдаются права человека. И недавно, как раз буквально вот вчера, увидели, что путинский режим фактически убивает людей. В прямом смысле. Вот то, что я тут и написал на плакате. Человеку не давали высказаться, человеку затыкали рот, человеку штрафовали на постнословные суммы. И я считаю, что это неправильно. И я не понимаю, почему тут так мало людей. Потому что это ужасная ситуация. Это ужасная ситуация. Я думал, что вообще весь Невский выйдет, весь Петербург, вся Москва. А вы с чем связываете такое количество людей? Ну, потому что это ужасно. В любой нормальной стране, когда происходят такие роды события, люди должны выходить, люди должны стоять друг за друга. И это, в принципе, это должно происходить, как в любой нормальной стране. То есть, мы, мы, нам не должно быть поливать друг на другу. Вот, ну, умер человек, умер фактически сжатого режима. И сколько людей, даже тысячи не наберется. И это печально. Это печально. Поэтому я и стою здесь, чтобы... Я вообще не активист, не липертранец, никому здесь никуда. Я просто обычный гражданин России, который высказывает свою позицию. Я хочу показать, что высказывание своей позиции, выходить на пикеты, это правильно. И так и должно быть. Как считаете, что должно произойти, чтобы больше людей приходило на такие акции? Если вот те поводы, которые выключили... Я уже не знаю, что должно происходить. Потому что отравление Навального, это уже, это уже, это уже должно было выйти вся Москва. То есть, там, под 100 тысяч человек. Ну, я уже не знаю, что должно происходить. Сколько еще людей должно умереть, стать жертвами режима, чтобы россияне, наконец, опомнились. Кто-то должен выходить. Кто-то должен проявлять неравнодушие. Тут вот сегодня много тем поднимаются, так или иначе. Почему именно эта тема вам, вы так выделили ее у нас в блокаде? По-моему, это самая важная тема на сегодняшний, на вчерашний, на сегодняшний день в стране. Нет ничего важнее и чудовищнее того, что произошло. Я не был лично с ней знаком, но я поискал вообще, что на человека реально открыли травлю. Ее просто затравили. Бесконечные обыски, минимум три. Открыто уголовное дело, причем абсолютно липовое. И это полный идиотизм. Меня очень сильно, скажем так, смущает, что мало людей выходит. Что люди недовольны, и они об этом знают. Они знают о всех этих преступлениях. Бесконечные люди об этом рассказывают. Но они молчат. Спасибо. А почему так мало людей выходит? Как думаете? Во-первых, это страх. Еще с лавковых времен, когда Сталин очень ярко показал, что с ним не стоит спорить. Не стоит спорить с компартией. Когда он принес 60 миллионов жизней в годы, скажем так, индустриализации. И в нас этот страх все время сидит. Пытались те же немцов, вот сейчас особенно Навальный. Кстати, ему тоже огромный респект. И пусть он быстрее выздоравливает, возвращается. Без него очень-очень плохо. И то, что у нас сидит этот самый страх, боязнь потерять что-то. Мы не умеем жить. Потому что люди в Европе, в Америке не живут. Мы выживаем. У нас не остается никаких сил, никаких времени на то, что вокруг нас. Наша задача выжить. Потому что государство создало нам такие условия. Но мрот в 11 тысяч. Извините, но даже в той же Намибии, Африке, над которой так смеется наш премьер Володин, там выше, там больше, в Африке. И я даже не знаю. Во-вторых, это боязнь, боязнь именно власти. Боязнь потерять какие-то свои блага, какие-то... Оказаться в тюрьме, в конце концов. Потому что у нас такое особенное климо очень сильное на человеке. Я надеюсь, что будет все-таки больше народ выходить. И я надеюсь, что мы все-таки сможем себе этот страх преодолеть и, наконец-то, стать полноценными свободными людьми. Я стою против политических репрессий. Вот в данном случае стою с плакатом в поддержку Дмитрия Пчелинцева. Погодите, пожалуйста. Которого пытали и, по факту, бездоказательно посадили в тюрьму на 18 лет. И... Ну, это не по-человечески просто. Как можно не прийти на акцию, когда происходят разные события. И события связаны с ограничением свободы слова, свободы самовыражения. Я, допустим, из Хабаровска год как здесь живу. И я очень хорошо знаю события в Хабаровске. И я здесь с 1 августа. И буду до тех пор, пока не освободят Сергея Ивановича. Не успели отойти от шока. Приговор Юрию Дмитриеву, его апелляция там ужасная. И тут новое известие еще более жуткое. Хотя с Дмитриевым это тоже смертный приговор. В принципе, 13 лет для человека очень немолодого. Поэтому, ну, невозможно. Я понимаю, что... Я не могу сделать что-то такое, что вот сразу все изменит. Я уже давно понял, что вот невозможно сделать что-то такое, чтобы сразу, вот, например, там всех ребят по делу сети отпустили. Но тогда же примерно и понял, что нужно просто пытаться делать все, что возможно. Самые какие-то, может быть, незначительные акции, поступки. Но все равно нужно все, что возможно, нужно делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!